Здравствуй, любимый зритель! Судя по вашим комментариям, вам интересно посмотреть продолжение Тропика 6. Так что продолжаю строить Беларусь на отдельно взятых островах, где-то на Карибах. На Пульпо Ассуль Лёша слегка делает диктатора. Итак, вот мой основной остров. Это остров второй, где у меня в основном плантации сахара и добыча всякого железа, рудников и так далее. Пока не очень понятно, почему меня заставляют и тут тоже строить дома, но что ж поделать. Давайте вернемся к игре постепенно. Посмотрим, накормить народ это уровень поднять, 720 дней подождать, торговый путь со страной Корона организовать. Поддержка 90%, население 220, вот с деньгами пока у меня не очень и постоянная нехватка спирта. Я думаю, что мне надо еще одну плантацию сделать, тем более, что у меня 8 безработных. Как раз плантация... Как раз 8 работников будет. Вот, еще одна плантация и зашибись. Все будет... То есть, судя по всему, на завод надо как минимум 2 плантации, чтобы завод хорошо... Хотя производительность 92%... Наша революция лишь сравнительно великая, но с вашей помощью, губернатор... Так, иммигрантов. За получим иммигрантов. Что у нас тут с жильем? Тут всего 2 лачуги, нет? Нет, 4 лачуги. Ладно, а на этом острове как? Тут вообще все зашибись. Так, на газете работают, в библиотеке работают. Что по указам? Городское развитие не хочу, нет бесплатных обедов, но не хочу я. Так, тут ничего не работает пока. Все еще не открыто. Что по исследованиям? Исследую улучшенные морские перевозки. Хорошо. Хорошо, скоро вон 60 революционеров будут все-таки довольны. Так, торговый путь у меня сейчас есть. Активный золото. Я его введу. Может купить торговую лицензию, сколько? Тысячу стоит. Может еще чем-нибудь торговать. Так, доступен торговый путь. Что я вообще произвожу здесь в больших коллегах? Кофе. Кофе кто-нибудь хочет? Вот импорт мне, точнее экспорт. Табак, сахар, рыба, ну рыба, а вот кофе. Давайте кофе. Тоже с короной. Ну здесь вроде нормально производить. То есть одна плантация сахара это один спиртзавод. Нормально. Тогда можно еще, видимо, какую-нибудь... Это у меня остров с шахтами. Видите, тут три угля, аж два железа. Что у нас по промышленности еще? Лесопилка. Производит дрезки. Это я не хочу. Дубильня. Шкоры производит... Ну, тоже не хочется, честно говоря. Так, давайте тут еще тогда одно жилое помещение. Люди пришли с просьбой, но ради безопасности мы ее засекретили. Повысить уровня. Наша революция лишь самовыдительно великая. Но с вашей помощью, губернатор. Отлично. Так. Денежки в минус уходят. Но я бы здесь жилой дом построил. Давайте барак. Что произошло? Завершили какой-то торговый путь, я так понял. Так. Давайте золото. Губернатор, жители Тропико любят вас почти так же, как я. У нас превосходный вкус. Пока подождем. Надо еще тем более 15 тысяч заплатить. Мы уже переходим к мировым войнам. Вот здесь, видите, живет четверо человек. Как раз я построю бараки. Это будет для шестерых. Для пересельцев. Хочется верить. В общем, корона отправляет 6 тысяч, из которых я 15 тысяч заплачу. Половину практически денег для оплаты независимости. Сама корона предоставляет. Здорово. Давайте переносить. У нас есть для вас жилье. Живите в нормальных бараках, а не в ваших трущобах. Блин, здесь он опять появляется. Тут же надо построить. Коррупция повсюду, губернатор. Нам приходится давать взять. Произвести кукурузу вообще не проблема, тем более, что у меня есть плантация. Странно, у меня, вроде же, есть несколько, я уже несколько завершал торговых путей с короной. Куча торговых путей сделана, ладно. Что с рейдами? А, идет ограбление. Типа, надо подождать 720 дней. Ну, это еще непонятная механика для меня. Так, что по исследованиям, что по указам. Накормите народ второго уровня, обязательно и сиеста второго уровня. Ладно, дома я больше не буду строить. Что у нас еще по... Цирк, таверна. Это все есть. Рыбацкий причал есть. Ферма. Вот, конечно, можно ферм еще построить. Там кожей заняться вот этим. Ну, не знаю, почему-то не... То есть, я с короной чисто торгую, но у меня почему-то не проходит... Не проходит то, что он завершен. Ну, чем еще будем торговать? Давайте рыбой. Странно, это странно. Ну, давайте разоплатим уже 15 тысяч, перейдем к независимости. Великолепно. Яз мое сердце замирает от радости. Ведь я впервые могу назвать нашего бесстрашного лидера Эль Президенте. Выстраиваете отношения с четырьмя политически? С четырьмя? О, раньше было... А, нет, четырьмя, да, все правильно. Две вражды... Ну, блин, все как пятая тропика на самом деле. Отправляйте команду, сбороться с партизанами и удерживайте пердежавы от нападения. Окей. Так, право голоса. Только у всех граждан, у богатых. Тут никаких проблем... Ну, то есть никаких ни штрафов, ни бонусов нету. Развеевшиеся бедняки представляют, как повстанцы повышаются на 10. Ага. Вероятность бунтов с работником с уровнем надавления ниже 45 повышается на 10. Давайте открытое голосование сделаем. Так, вооруженные силы. Мирное государство. Народное ополчение. Профессиональные солдаты. Давайте мирное государство. Пока. Так, открытое голосование и мирное государство. Остальное пока... Конституция Тропика мы открыли. Дальше. Торговля. 5% кофе. Ну вот, кофе мы можем торговать как минимум. Мясо, никель и сахар. Давайте еще с сахаром. Табак, уголь. Уголь надо добывать. Меня называют брокером. Наверное, когда-то у меня было... Не хочу вас напрягать, но решение мне нужно как можно скорее. Швейцарских. Что за швейцарские просьбы? Это, видимо, как в швейцарском банке, да. Актив в швейцарском банке. Почему швейцария? Типа швейцария. Нет, чтобы шефы. Типа швейцарские франки были. То есть ты переводишь деньги в швейцарские франки, а потом банки, а потом ты можешь их использовать для открытия каких-то новых возможностей. Понял. Так, морские перевозки открыты. Перемещаются быстрее. Я всегда стараюсь повыше. Да. И сдадим указ. Пока минус по деньгам пошел. Надо уголь начать добывать. Так, что у меня по безработным 32, бездомных 39, отношения по 60. Тут у меня куча угольных месторождений, поэтому я бы здесь рудник на уголь поставил. Блин, а тут у меня тоже уголь. Приветствуем вас на канале УНО. У нашей станции лучшее финансирование в Тропико. Приветствуюсь на канале, Леша играет. Ну, давайте что-то дальше. Так, что с политикой. Отношения. Отправить делегацию. Попросить финансовый. Ну, ухудшать. Ну, дайте посмотрим, насколько ухудшат. А. Нельзя. Я ничего не могу делать пока? Ничего не могу делать. Видимо, посольство надо построить. Запомнив, в прошлом их было посольство надо строить. Так, брокер. Рейды еще недоступны. 20 дней подождать. Исследования. Детские пособия. Ну, давайте работник месяца следующий откроем. Так, что детские пособия дают? Сразу, по-моему, дети не учитываются при расчете уровня достатка семьи. А для чего это вообще? Коммунистов 58. Это отношения... Это вообще сколько... Сколько их? А это, видимо, отношения... Так, угроза восстания отсутствует. Что, дельтуренность 41. Ну, надо работу организовывать, гражданам. Поднять паруса из-за добычи. На задании. Так, кто-то со строительством. Народ, экономика. Ну, расходы пока превышают. Без работы 32. Мне надо, конечно, плантации побольше, чтобы... Что-то всех так поровну. Капиталистов, коммунистов, милитаристов. Внезапно. Ваши пираты хотят сняться с якоря. О, самый бесстрашный из лидеров. Опять надо ждать чего-то. Так, ром добывается. Есть у нас какие-нибудь торговля ромом? Сталь. Вот, я бы сталью торговал еще. И надо еще построить здесь. Ну что, они будут тут доделывать или нет? Не знаю, что мне, наверное, порт надо все-таки тут построить. У меня что-то большие сомнения, что отсюда идет какая-то торговля. Мне кажется, что ничего отсюда не торгуется. И тут нужно порт строить. Для этого 9600 надо. Строительный рабочий. Данил, он перевозит грузовое судно. Что-то возят. Не, наверное, все-таки есть. Все вносят свою лепту в военную помощь. Так, посольство надо построить. Быстрее, президент. Мы должны выбрать сторону в этой жуткой войне, пока она не кончилась. Ну, видимо, к союзникам надо присоединиться будет. Так, что у нас? Подстанция, парковка. Где? 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 Остановим. Где посольство? Вот оно. Блин, чертежи надо разблокировать сначала. Об исследованиях есть? Нету. Ну, мне жалко, Степа просить. Меня называют... Я пришел к вам сразу, как только раздобыл их, президента. Что скажете? У меня нету столько денег пока. Ну, и вон прибывают ядерные бомбы, факт или выдумка. Ученые Тропико говорят, мы ничего не понимаем в физике. Дворец говорит... Президенты, помните историю о человеке, построившем дом на песке? Политика занятец на счастливое детство. Я, в принципе, соглашусь. Это все еще открыть надо. Вот оно. Требуется исследование где. Так. Ну, и где это исследуется? Вот, где в политике занятости. Занятости. Меня называют брокером. Наверное. Добыча стали. Сделаем. Блин, где я постоянно теряюсь в этом. Вообще, только это не стали, это железо, да? Так, что у нас? Угроза восстания. О, повышается угроза восстания, между прочим. Просто среднее удовлетворение свободно. Никаких мятежников нету. 75% нормально, в принципе. Хм. Ну, мне надо посольство. Давайте откроем чертеж. 5000 постройка, блин. Интересно, а важно, где ее? Подождите, важно, где строить это посольство? Почему-то это радиус какой-то здесь. Ну, давайте недалеко от порта сделаем. Так, закончился торговый путь. Давайте кофе с оси. А, это закончился как раз, да? Что есть? Хлопок, табак, кукуруза. Вот, кукурузу. И. Консервы, нефть, оружие, табак, хлопок. Ну, давайте сахар. А, нет, еще. Еще, значит, идет один торговый. Ну, типа, мне пишут, что я могу сейчас поменять что-то. Ну, я ничего не хочу поменять. Табак и... Давайте посмотрим на табак и хлопок. Так, что с табаком? Вот здесь могу что-то сделать. Здесь могу, здесь могу. Опа, протесты начались. Я думаю, что это из-за нехватки рабочих мест. Давайте плантацию табака. Здесь поставим. Так, а хлопок? Тоже здесь вот. По-моему, где-то еще можно рудник для угля сделать. Да, вот он. И здесь же поставим плантацию на хлопок. Куда тут дорога? Туда. Все правильно. Тогда плантацию вот так. И проведем здесь дороги. Ну. Не знаю, как эти, что за протесты. Помните, болтун – находка для шпиона. А чтобы у вас ничего не разболталось, что-то купите произведенный в Тропико гайчный колючок. Ну да, вот безработные, я так понимаю. Дела, дела. В основном. Поместить все в больницу. Хотелось бы, хотелось бы. Хочу, пока нету посольства, я не могу тут ничего делать. А, вот же посольство. Так. Ну, давайте союзников пригласим. Похвалить. Отправить делегацию. Недостаточно денег. Попросить финансовой помощи. Предложить союз. О! Отличное шоу. Очень неплохо. Почти достойно англичанина. Но не будем перегибать палку. Признаете, лучше быть союзниками, чем с осью. Вы окажетесь в союзе, а не с... Завершите рейд саботаж ось в виде строения отряд командос. Блин. Президенте, прошу, усильте армию. Справа нас окружают враги. Слева повстанцы, снизу демоны, сверху птеродактили. Кто знает, что пробирается сквозь четвертое измерение, чтобы напасть на нас. Зачем работать ради сражения, когда нужно сражаться за рабочих? Президента, пожалуйста, помогите камрадам. Соглашусь с коммунистами в Раде. Деньги возьмем. Хотя, может, надо улучшать. Мне тут деньги как-то и так обычно падают. Так, давайте улучшим. Что вообще с рейдами? Я так и не понял, когда вот эта хрень закончится. Сопотаж, ось. Мне надо сначала построить вот этот тип командос. Где оно строится? Вот, отряд командос. Вот оно. За 4 тысячи купить чертеж, блин. Опять, командос прям рядышком будет. Так, что с безработными? 19. Ну, я что-то никакой, ни школ, ни хрена не строю. Может, больше этих сделать? Больше торговых путей. Вот раньше торговые пути не так делались. Надо было порты строить. Шерсть, хлопок, табак, сахар. Ну, рыбу давайте. Сахар, кукуруза, рыба. А еще кофе делаю. Давайте еще один. Кофе есть? Есть. Па, чем больше торговых путей, тем больше денег ты получаешь в итоге. Поддержка, правда, снижается. Меня. Сегодня дворец выпустил новую правдивую карту мира. На ней видно, что союзники и страны оси утратили свои территории, а тропико захватил Гренландию и Антарктиду. Да-да-да, так и было. Отряд Командос. Сапатаж Ось, да, там? Скоро эта хрень закончится. А, полиция, это еще... Ограбление. О, пираты возвращаются. Ограбление, я не знаю, что это такое до сих пор. Сейчас посмотрим. Специально это же запустил, чтобы посмотреть. Так, указ работник месяца могу сделать. Работник, шахтеры и промышленные рабочие работают в две смерти. Все хотят больше зарабатывать. А... Следуются новые в Конституции глава. Политика занятости. Давайте религии государства дальше. Что вообще? Я как-то забил на альманах. Не думал, что мы сможем вернуться в тропику. Ну и что? Рейд выполнен ограблений. И что это дает? Все дети автоматически получают полное школьное образование. Давайте поставим спасать образованных. Охота за сокровищами. Спасать образованных. Охота за сокровищами. Вот так. Запугать соседей. Ограбление Тадж-Махала. Повышает скорость. Ну давайте ограбление головы Моха. Повышает скорость. Какой-то... Какой-то бред. Я там пока уберу. Так, что в жилье можно улучшить? Только электрификацию, если сделать, да? Тадж-Махала. Тадж-Махала. Вот. Видите, у нас торговля как идет. Что у нас по промышленности? Сыроварня, сигарная фабрика, верфь, сталилетейный, текстильный завод, оружейный завод. Перерабатывает сталь и никель. А кто-то есть вообще никель. Вообще есть никель? Ну да, вот здесь у нас никель. Вон никель. Нефть, рыба. Давайте еще рыбу. Давайте рыбу и консервный завод сделаем. Точно? А нас или рыба производит консервы. Загрязняет окружающую среду, правда. Так, значит, давайте, во-первых, рыбацкий причал. Достаточно ли у нас тут компания перевозчиков? Вечерняя смена повышает количество рабочих мест. Ставим. Дальше. 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 Плантация. Ну, тут все поулучшать надо, кстати. И консервный завод. Блин, чертежи идти постоянно покупать. Неприятно. Деньги тратить. Так, что у нас в часовне? Ничего нельзя улучшить. В каверне. Ничего. А где магазин? Под барак. Так, в продуктовом моменте тоже ничего не улучшит. Здесь мы улучшили. В инженерной компании больше рук. А, это уже улучшено, блин. Так, в порту никаких улучшений. В рыбацком причале придонная рыбалка улучшена здесь. А, вот. Каждый рыбак производит 1,75 единицы рыбы на каждой 1 единицы добытые. А в чем? Это, по-моему, хуже, нет? Я чуть не пойму. На каждую единицу производит 1,75. А тут на каждые 3 производит 2,25. Не знаю, чем это лучше тогда. Матросы. Тут улучшено. Тут улучшено. Так, тут все еще исследуется. Что с указываем? Улучшенные морские перевозки. Создались детские пособия. Ну, давайте я издам указ. Но я не понимаю, что он дает. Типа, что популярность повышается только если... Так, что у нас с рейдами? Куда вот эти очки идут? Самолеты изменили войну. Безработных всего 5. Но у Тропико до сих пор нет авиации. Бездомных, правда, дофига. Самолеты появятся, когда вы научитесь на них летать. Вообще, надо это городское развитие сделать. Но только когда у меня будет время, будут деньги на строительство. Давайте мы, наверное... Блин, сколько бездомных? 22? А безработных 2. О, так я тут... Прям организовываю всем работу. Балансы с 12 месяцев, видите, 8103. То есть я уже в плюс вышел. Постепенно. Рейд выполнен, саботаж. Четыре раза надо саботаж провести, да? Ладно. Пока отменю это. Давайте. Саботаж тотальный. А ухудшаются отношения? Союзники, помощь. Протест начался. Протест. Безработных вообще нету. Чего они там возмущаются? Ну вот только бездомность надо слегка улучшить. Торговый путь завершен. Так, чем будем еще торговать? Морепродукты. Хлопок давайте. Сахар, рыба, хлопок. Ну и кукурузой. Поехали. О, блин, для завода электроэнергия нужна. Хреново. Ну, давайте. Строить электростанцию. Тут у нас засирать будет явно местность. А что оно красное показывает мне? Тут же не надо его никакого. Так, а тут вообще дорога. Можно провести дорогу? Офиг. Ну, тогда в эту сторону поставим. Офиг. Офиг. Да. Ну, уголь все равно я сейчас не продаю. Отобывается у меня его прилично. Вообще, не могу найти, где мне посмотреть накопление ресурсов. Общего взаимодействия с пищей, здравоохранения нету, развлечений нету, вера нормально, жилье. Вот развлечений и здравоохранения маловато. Какие получается морепродукты от рыбы просто? По-моему, ничем. Сообщение от Эль Президента. Покупайте военные облигации. Так мы выиграем войну, а вы выиграете призы. Так, а где у нас тогда... Хорошо, а где у нас вообще медицина? Следственные службы. Клиника. Пожалуй, развлекуху я лучше повышу. Давайте посмотрим... Покрытие развлечений. Ну, что-то вообще зеленое все. А их качество развлечений не устраивает. Надо более какие-то... Крутые развлечения делать. Ну, блин, я же уголь добываю. Я же не торгую им. Где он? Желевод уголь. А, торговый... Нет. Написано, торговый путь завершен, а вроде как нет. Что-то снижается поддержка. Давайте смотреть. Поддерживает 58 в неопределенности 39 и оппозиция 3%. Ну, то есть это 100%, которые прямо точно меня поддерживают. Видимо, имеется в виду. Так, опять саботаж выполним. Так. Покрытие. Продолжение следует... Покрытие. Продолжение следует... Такая идея, что безработных практически нету. Не хочется, не хочется улучшать, точнее, вот эту штуку ставить все выше и выше, чтобы качество жилья не снизить. Тут вообще, видите, не полностью они заполнены, дома. Не знаю, почему там кто-то в хижине продолжает жить, и тут не все заполнены. Блин, все меньше и меньше поддержка граждан. Вера. Веры не хватает. Ну вот развлечение, здравоохранение и вера. Ну и жилья тоже. А в декабре у нас выборы будут. Так, ну вот сюда еще можно спихнуть таверну. А денег недостаточно. Ананасы... Блин. Сколько нам надо? Ананасы, доски, железо, железо, какао. Ну, хлопок давай. Хотя сахар 20%. Давайте сахар. Детские пособия второго уровня достигают. Рейд совершен и осталось четвертый, да? Провести. Союз получу с державой. Тут скоро уже в следующем месяце война начнется. Ну, чё, нету сообщения о начале Первой мировой. 50% поддерживают. Сейчас... Сейчас, короче, меня не выберут и я пойду. Хе-хе-хе. Из-за кое. Сейчас вот выборы должны быть. В декабре. Э, не понял. А, 17-го года. О, я еще могу. Еще могу развлекаться тогда. Безработных 6, бездомных 17. Ну, видимо, давайте все-таки медицину как-то поднимать. Начнем с медицины. Здравоохранения, ну, совсем никакое. Церковь. Клиника. Ну, давайте, может, теперь указку. Жилье. И хотя людям нравится спать под открытым... И как раз строим дома. Обеспеченными должны быть. Кстати, а что у меня вообще по... обеспеченных 143. О, у меня для обеспеченных нету, собственно, жилья. О, я не то разблокировал. Давайте квартиры. Здесь квартиры строим. И здесь квартиры строим. Сейчас будут переезжать в эти квартиры, а эти апгрейдить нельзя. Как мне помочь президента победить в войне? Ответ дворца. Голосуйте за Эль Президента на следующих выборах. Хорошая работа президента. Большое... О, отличное шоу. Милые у вас острова. Я надеюсь, то есть гарантирую, что они переживут войну. Все. Так, четыре торговых пути со стороной союзники. У меня два соси, два с союзниками, нормально. О, сразу 53% как построил клинику. Извините, пожалуйста. Так, ну, электрификация. Кстати, а сколько у меня выработка энергии и сколько потребляется? Энергией. Плюс 251. Давайте проэлектрифицируем. О, политика занятости открылась. Так, давайте указ. Что это не указ, это конституция? Счастливое детство. Я и сам считаю, что счастливое детство. Счастливое детство. Я знала, что вы сделаете правильный выбор. Счастливое детство. Счастливое детство. Счастливое детство. Возьмем. Улучшаем. Отношения с фракцией. Так. Здесь электрифицируем. А, блин. Подстанция нужна. Блин. Так, так, так. Электрифицируем. Подстанция. Вот видите, как раз не добивает до... Так, а вот я только не помню, как ее размещать надо. Типа в зоне зеленого или в зоне... Наверное, в зеленой зоне. Загрязняет окружающую среду. Как-то плохо. Надо где-то... Вот тут давайте. Ну и сюда надо разместить. В эту сторону тоже. Граждане требуют провести выборы, президенты. Похоже, они хотят сами решать, как ими надо управлять. Давайте. Потрясающую среду. Видимо, 64% аж дома построил необходимые. Медицину. Так. Признать указ. Удовлетворенность. Хочет признать указ. Ну, давайте. Не влияет на... А, наоборот. Значит, давайте удовлетворенность развлечениями. Дальше. Возвести хвалу. Ну, давайте капиталистов похвалим. С этим у меня, друзья, и хорошие отношения. Никого обвинять не будем. И пообещать улучшение здравоохранения. Народ Тропико, это я, президенте. Вы показали свою веру в меня и будете за это вознаграждены. Каждый житель Тропико получит то, чего заслуживает. Вам скучно, жители Тропико. Президенте вас развеселит. Вас уже ничто не веселит. Пусть президента станет всем, что вам нужно. Жизнь вам не в радость. Тогда президента будет радоваться жизни за вас. Нашим процветанием мы обязаны капиталистам. Поблагодарим их за это. Мы благодарны за созданные вами рабочие места, а также за ваши прогрессивные взгляды на налогообложение. Поговорим о здравоохранении. Нужно больше докторов, так? Но этого мало. Нам нужны лучшие доктора, которые будут работать больше и брать больше денег. Именно вас, друзья мои, я благодарю за то, кем я являюсь сегодня. Быть президентом великая часть. Все вносят свою лепту в военную помощь. И мне трижды плевать, что вы из себя представляете. Странное пожелание от союзников. Так, нужно, интересно, тут дорогу проводить, чтобы... Девяносто один процент. А что такая большая поддержка? Внезапно стало. Кабареусы. Ну давайте построим кабаре. Где кабарето таверна? Пожарная станция. Может, под кабаре что-то имелось то, что переведено? Как-то не так. Старшая школа. Колледж. Радиостанция. Может, вот это кабаре? Что вообще-то за кабаре, блин? Да. Перевод постарает желать лучшего. Так, денег мне дофига. Давайте... Опа, пожар. Только я думал, надо ли строить пожарную эту. Видимо, надо. Общественные службы. Блин, ну как это так? Хреново. Где нам подстанцию построить здесь? И здесь построим. И здесь построим. К1-пожар. Давайте улучшим библиотеку. Больше стражи во дворце. Тем более рабочие места это создаёт. 14 безработных. Больше стражи во дворце. Финансирует исследование военная полиция. Так, государство и политика открываем. Ликвидация безграмотности. Полицейский участок. Давайте дальше полицейский участок откроем. Ой. Опа, крашнулось. Ну, видимо... Видимо, это означает, что на этом пока прохождение тропика я отложу. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своём экране. Играйте в умные игры и всем пока!